О важном, о главном, об интересном расскажем прямо сейчас. Это итоговая программа неделя на Абакан-24 в студии Татьяна Крапивина. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом этапе выполнены самые трудоемкие работы по переходу под федеральные трассы Р-250, в районе Лемюха-Пирятинская. Работы выполнялись методом горизонтального бурения. Также был проложен водопровод вдоль улицы Декабристов до точки присоединения по улице Солнечная. Подключение к централизованному водоснабжению города Абакана произведено. Для завершения всего проекта целого по данной программе осталось реализовать последний этап 4.1 и проложить водопровод в небольшой участок по улице Декабристов, перейти улицу Аскизскую, проложить водопровод от Академика Лихачева и улицы Высоцкого, до колодца по улице Перятинской. Еще один важный вопрос повестки – корректировка муниципального бюджета на текущий год. Доходы выросли почти на 300 миллионов. Это очередной финансовый рекорд для Абакана. Впервые параметры его бюджета приближаются к 10 миллиардам. Соответственно, увеличены расходы. Городостроителям добавили порядка 60 миллионов рублей. При этом большая часть ассигнований предполагается на программу формирования современной городской среды. Бюджетные ассигнования Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана увеличиваются на 64 миллиона 426,3 тысячи рублей. Данные ассигнования будут направлены на ремонт улицы Кати Перекрещенко в объеме 30 миллионов, на освещение городских улиц 26 миллионов, 585 тысяч рублей. Новый автобусный маршрут под номером 15 свяжет Заречи и рынок Северный с остановками у спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина и поликлиники на Чертогашево. Отдельная субсидия из республиканского бюджета направлена на организацию детского технопарка «Кванториум» на базе школы номер 9. В столице Хакасии многодетных семей за 2023 год на 30% стало больше. На 10% увеличился миграционный прирост населения. Об этом свидетельствуют цифры, представленные в новом паспорте Абакана. Документ актуализируется ежегодно на протяжении вот уже 16 лет. Тему продолжит Алексей Елистратов. Паспорт Абакана состоит из 11 разделов, что дает возможность отследить динамику развития по каждому из них. Начинается все, разумеется, с демографии. Ведь богатство любого города – это его жители. По предварительным сведениям статистики, численность постоянного населения города по состоянию на 1 января 2024 года с учетом подведенных итогов всероссийской переписи населения составила 185 801 человек. Приятно очень отметить, что Абакан по-прежнему привлекателен для проживания. Об этом говорят цифры. Так, миграционный прирост в 2023 году на 10% превысил аналогичный показатель 2022 года и составил 748 человек. Благодаря проводимой государством политики по стимулированию рождаемости, число многодетных семей за 2023 год в Абакане увеличилось почти на 30%. И на 1 января 2024 года в нашем городе 3017 многодетных семей. На 6% Абакане за прошедший год стало больше представителей бизнеса. С 7 до 10 тысяч выросло количество самозанятых граждан. Даже несмотря на санкции, в экономическом секторе столицы Хакасии заметное оживление. Хочется отметить, что стабилизируется и улучшается ситуация на рынке труда. Об этом опять же говорят цифры. Если на 1 января 2023 года у нас на учете в Центре занятости по безработице стояло 873 человека, то на 1 января 2024 года этот показатель снизился на 30% и составил 571 человек. И вообще уровень безработицы за последние 5 лет, включая допандемийный год, самый низкий составил он на 1 января 2024 года 0,6%. Дорожная сеть города за прошлый строительный сезон приросла на километр. Отделись в асфальт улицы жилого района Арбан. Абаканские подрядчики привели в надлежащий вид более 150 километров автомагистралей. По нацпроекту в столице Хакасии отремонтированы три самые оживленные транспортные артерии – Кирово, Пушкино и Пирятинское. В 2023 году у горожан появилась новая возможность отдыхать и оздоравливаться. За счет бюджетных источников и внебюджетных средств в городе введено 15 спортивных сооружений. Пять из них находятся на территории спортивного комплекса имени Николая Гедриховича Булакина. Безусловно, самым долгожданным и знаковым событием был ввод легкоатлетического манежа. Это современный трек с выверенными виражами и самым современным покрытием. Также на территории спорткомплекса открыт скалодром. Это сооружение, где каждый горожанин может проверить свою цепкость рук и заняться этим видом спорта наряду с профессиональными спортсменами. Самый высокий скалодром – 14 метров. Это высота почти пятиэтажного дома. В числе 15 новых объектов – теннисный корт спортивного комплекса «Тепсей». Два скейт-парка, три универсальные игровые площадки и две площадки с уличными тренажерами. Баскетбольная зона в Черногорском парке и велодорожка в парке культуры и отдыха «Абакана». И в продолжении социальной тематики. Еще двое детей-сирот получили долгожданные ключи от собственных квартир. Квадратные метры в новостройке на Ломоносово-4. Их приобрела администрация «Абакана». Жилые площади пока переданы новоселам на условиях социального найма. Затем они перейдут в их собственность. Сегодня замечательный повод. У нас две абаканские девушки получают ключи от своих собственных квартир. В новостройке нашего района МПС я приглашаю Кристину, маму троих детей. Я думаю, в год семьи это особенно здорово, чтобы ваша семья получила свое собственное жилье. Вторая обладательница абаканская наша девушка Юлия. С этого момента Юлия и Кристина – полноправные обладатели квадратных метров городской новостройки. В очереди они находились около восьми лет. Обеим раньше приходилось ютиться на одной жилплощади с родственниками. Теперь эти неудобства позади. Впереди приятные хлопоты. Девушки строят планы по обустройству нового жилья, где уже строители сделали ремонт и установили электроплиты. Только сегодня адрес узнали. Уже не терпится. В этом году в городском бюджете предусмотрено более 65 миллионов рублей на покупку жилья для детей-сирот. А сейчас о градостроительстве и преображении Абакана. О территориях благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Убирают старый бордюрный камень, асфальт и мешающие благоустройству деревья и кустарники. В Абакане полным ходом идет демонтаж на дворовых территориях по Аскизской. Новые детские площадки, уличные тренажеры, просторные парковки, свежее асфальтирование, освещение, скамейки и урны. Скоро дворы по Аскизской 218 и 220 будет не узнать. Здесь началось преображение по программе формирования комфортной городской среды. У многоэтажек по Аскизской 218 и 220 общая дворовая территория. Однако две разные управляющие компании. У жителей одна цель – сделать двор красивым, комфортным и приятным для прогулок. Этот двор Аскизская 218 и 220 получилось, что это будет как бы единый двор. Хотя и два дома здесь участвуют. Это собственники одного и второго дома приняли такое решение. То есть и проектное решение, оно как раз будет учитывать то, что территория, можно сказать, общая. Поэтому проектным решением это все будет учтено. Сейчас во дворе демонтаж. Специалисты ДСП-8 будут работать примерно до конца недели. Параллельно также начнется установка водопоглощающих колодцев. Следующими на объект заступят подрядные организации. Они займутся установкой малых архитектурных форм. Проектом предусматриваются работы искрытые. То есть те, которые мы не видим, они у нас в проекте все есть. Тот же самый демонтаж. То есть демонтаж, вынос, снос или, скажем, подсыпка какого-то слоя, который мы не будем видеть. То есть вот такие вот работы, которые сразу, скажем так, мы их не увидим. Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Абакане с 2017 года. В этом году в республиканской столице преобразятся 11 дворов. Комплексное преображение коснется дворовых территорий по улицам Кати Перекрещенко, Дружбы народов, Аскизская, Перятинская, Чехова. Напомним, для получения финансирования жители должны не просто заявить о своем желании. Одна из особенностей программы – софинансирование работ со стороны собственников. Оригинальный фонтан, качественная брусчатка, уличная мебель, освещение – все это появится на театральной площади. А в Парке Победы обустроят новую аллею, часовню, выставочный павильон и обновят игровой комплекс для детей. Строительный сезон в Абакане официально открыт. На этот год городская администрация запланировала благоустроить 11 дворов и 17 общественных территорий. Что в списке на новый облик – расскажем прямо сейчас. 11 дворов преобразятся в этом году за счет средств программы формирования комфортной городской среды. Пока подрядные организации ведут демонтажные работы. Между тем, уже в мае начнется благоустройство городских парков и скверов. Всего в Абакане в этом году преобразятся 17 общественных территорий. Крупные и небольшие, переходящие с прошлых лет и новые. Объектов у нас много. Главный объект, мы считаем, что, конечно же, это Парк Победы. В этом году мы приступаем к работам по федеральному конкурсу. То есть, я напоминаю, конкурс мы выиграли, средства федеральные мы получили. Работы в один год не закончатся. Работы очень много. Но в любом случае в этом году будет закончен определенный комплекс работы, определенная стадия. И парк можно будет, в принципе, эксплуатировать. Напомним, главный парк республиканской столицы, Парк Победы, стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов в создании комфортной городской среды. Мемориальный комплекс был создан почти полвека назад и давно нуждается в реконструкции. Место памяти должно выглядеть более современно, так решили абаканцы. В парке планируется создать аллею Великой Победы. Появится часовня и выставочный павильон, а также установят интерактивные стенды. Игровой комплекс для детей обновится и переедет ближе к улице Чертыгашево. Подрядные организации зайдут на городские объекты после майских праздников. График уже определен. Под благоустройство попадает также Черногорский парк. Там продолжается ремонт сцены и установка спортивных сооружений. По театральной площади в этом году мы приступаем к финальному этапу по театральной площади. У нас полностью меняется фонтан. Не просто мы его делаем декоративный ремонт, мы поменяем всю начинку, у нас поменяется маленечко геометрия, у нас поменяется сама композиция нашего основного центрального фонтана. Кроме этого мы поменяем, конечно же, брусчатку, заменим ее на натуральный камень, на гранит. Когда появится у нас новая уличная мебель, ну и вот, наверное, главный вопрос, который мы сегодня с коллегами обсуждали, необходимо еще обновить и уличное освещение. Вот этот вопрос большой, потому что средств на это нет, будем изыскивать. Благоустройство коснется также парка культуры и отдыха. Там планируется преобразить городской пляж у первого моста. Для удобства горожан установят новые раздевалки, навесы, скамейки, оборудуют волейбольную площадку. Отметим, всего на благоустройство общественных территорий из федерального и городского бюджетов выделено более 200 миллионов. Продлится благоустроительный сезон до сентября. Оригинальная архитектурная композиция, тактильные тротуарные плитки для незрячих, информационные стенды, беседки для отдыха. Работы в сквере на улице Пушкина у храма в честь равноапостольных Константина и Елены вновь начались. Напомним, пространство преображается в несколько этапов и будет отличаться от уже знакомых городских парков и скверов. Главная неординарность в том, что площадка решена в оригинальной архитектурной композиции. В парке не будет прямых линий, все аллеи закруглены. В проектировке дорожек учтены особенности отдельных групп горожан. Их передвижение тоже будет комфортным и удобным. Предстоит выполнить тротуар асфальтированный, для инвалидов по зрению он будет прямой. И завершить устройство тротуаров из плитки. Оси у него разбивка принята. В настоящее время предприниматель занимается заготовкой материала, потому что гранитный бордюр ему нужно заказывать под себя, объемы работы. Дорожный и тротуарный бордюр тоже заказывают. Асфальтовое покрытие он сам будет выполнять. В сквере уложат тактильные тротуарные плитки. Они станут индикатором для слабовидящих и слепых. На поверхность плиток нанесут линии или точки, которые легко ощущаются даже под подошвой обуви или с помощью трости. Слабовидящие смогут сориентироваться о приближении к проезжей части, изменении уклона поверхности, наличии опасных объектов впереди. Подобные плиты уже есть в районе Всероссийского общества слепых в Абакане. Сквер у нас это трехгодовой проект, реализация у нас на сегодняшний день. Основной объем мероприятия по устройству тротуарных плиток выполнен. Структура у него сложная, то есть он разнонаправленный. Применение покрытий в нашем городе, в данном сквере тоже несколько типов. Там разный тип тротуара, на плитках резиновое покрытие. Предстоит нам еще оборудовать беседками и озеленить этот парк. В новом сквере высадят цветы, установят скамейки для отдыха и информационные стенды. Напомним, благоустройство территории идет в рамках федерального нацпроекта для формирования комфортной городской среды. Декоративное покрытие АМК – отличный выбор для отделки интерьеров и фасадов. Материал состоит из мраморной крошки. Легкий монтаж, доступная цена и разнообразие стилей. Мистер Сеткин. 265406. Доверьте заботу о чистоте вокруг вас блестящим специалистам своего дела. Профессиональная уборка помещений, мытье балконов, лоджий и окон, мойка натяжных потолков. Клининговая компания «Чистый дом». 264646. Китайский автомобиль в наличии у вас, а запчасти все у нас. Большой выбор запчастей на китайские автомобили. Автокитай. Абакан. Крылова 15А и Советская 75. Реклама. Большая генеральная уборка. Абакан – участник Всероссийского субботника. Грабли, мешки, перчатки – основные атрибуты для чистоты. Сотрудники организаций и ведомств вышли на улицы и в скверы, чтобы привести их в порядок. Это только на первый взгляд кажется, что старое кладбище в центре Абакана на улице Тельмана совсем небольшое. На самом же деле занимает оно внушительную территорию. Вооружившись граблями, перчатками и пакетами, специалисты администрации убирают здесь мусор, прошлогоднюю листву подрезают кусты. Это самое старое кладбище нашего города. Здесь захоронены герои Великой Отечественной войны. И, наверное, одно из самых неухоженных было по состоянию на 4 года назад. И здесь последний раз, наверное, убирались, проводили субботники, наверное, несколько десятков лет назад. И убрать эту территорию коммунальными службами города просто технически и теоретически невозможно. Поэтому мы приняли такое решение. И на протяжении тоже 4 года убираемся на кладбище номер один. Я надеюсь, что в этом году, собственно, весь основной фронт работы мы закончим. За могилами видно, что мало за какими ухаживают. Поэтому обязательно нужно проводить такие мероприятия по уборке. Потому что мы уходим, собираем очень много мусора. За этим кладбищем надо ухаживать. Тем более в преддверии 9 мая сюда будет очень много приходить еще и ветеранов и пожилых людей. Поэтому я считаю, что это необходимо сделать. Мэрия, как всегда, работает. Да, неударным трудом, как всегда, приходит активно очень. Как вы видите сами, на кладбище мусора-то практически нет. Кладбище Потельмана было открыто в конце 30-х годов прошлого столетия. И находилось тогда на самой городской окраине. Год за годом республиканская столица активно застраивалась. И к началу 80-х годов оно оказалось в центре города. Здесь расположен мемориал и братская могила воинов, умерших в абаканских эвакогоспиталях. Насчитывается порядка 10 тысяч захоронений. Это место святое. У нас близится 79-е годовщина Победы. Школьники 25-й школы всегда прибирают наш братский мемориал. Ну, а администрация уже не первый год выходит для того, чтобы навести порядок на всей территории. Действительно, здесь запущено, ну, понятно, возраст, да, могил. Мы видим даты рождения, которые зафиксированы. У многих уже давно нет родственников. Там, где мы убирались предыдущие годы, там чистенько. Вы сами можете пройти и посмотреть. Ну, а до этого, ну, руки, наверное, не сразу все доходят, потому что достаточно долгое время. Запущенное кладбище. Но все равно этому придет конец, в том числе усилиями работников и администрации города, и горожан. Общественные организации здесь, ребята, тоже убираются. В городских субботниках приняли участие более 200 организаций. Горожане наводят чистоту не только возле своей работы, но и на придомовой территории. Напомним, большая уборка в Абакане продлится до 31 мая. Прогуляться пешком по Абакану, узнать больше об истории города, в котором родился и живешь. Интересные факты о достопримечательностях. В республиканской столице открылся сезон пеших экскурсий. Ознакомительная программа охватывает разные части республиканской столицы. Один из маршрутов следования – центральные улицы Абакана. Исторические здания, история их строительства и орнаментов, украшающих фасады, памятники и знаковые места. Участниками пеших познавательных прогулок могут стать как абаканцы, так и гости города. Организатор экскурсий – туристический информационный центр Хакасии. Вместе с его сотрудниками по городу прогулялась и наша съемочная группа. Отправная точка – железнодорожный вокзал. Сбор у паровой машины. L3168 установлен здесь на постамент. Раньше паровоз располагался возле здания музея Абаканской железной дороги, но в 2008-м его переставили на площадь у вокзала. Это памятник в честь боевых и трудовых подвигов железнодорожников, а также в память о том, что паровозы именно этого типа использовались в послевоенные годы в период активного восстановления разрушенной страны. Именно отсюда стартует пешая экскурсия от вокзала до вокзала. Мы эту экскурсию тестируем, проверяем, как горожане отнесутся к самой экскурсии, к ее идее, к фактам, к продолжительности, к моментам, к экскурсионам некоторым. У нас на экскурсии как и туристы, так и молодые жители города, так и возрастные жители города, и мы надеемся, что в диалоге и в экскурсии от них будут ценные важные дополнения, которые помогут нам лучше знать Абакан и интереснее подавать его туристам. С привокзальной площади экскурсия движется к зданию МВД, затем переход на Первомайскую и Театральную площади. На каждой точке экскурсовод делится любопытными историческими фактами из жизни города. Финальное место – Абаканский автовокзал. Пешая экскурсия длится около двух часов. За это время гиды делятся фактами, рассказывают о документах, хранящихся в архиве и подтверждающих годы и детали строительства знакомых и многими любимых городских локаций. Я иногда провожу сама экскурсии. Мы выучились на серебряных гидов, ходили на занятия, и поэтому такие экскурсии нам очень интересны, потому что материал некоторый, его нигде нельзя взять, а здесь она живая экскурсия, человек опытный, где-то взят материал очень интересный, так что экскурсия очень интересная, опознавательная. Свой город очень хочется узнать поближе. Каждый человек, который живет в нашем городе, ему кажется, что он знает о городе все, но как посетив такую экскурсию, ты понимаешь, что ты знаешь о нашем городе даже меньше, чем 50%. Знакомят нас с историей города, с традициями, с зданиями, которые мы проходим каждый день, и мы не ходим, ой, это здание все знаю. А оказывается, мы не знаем его истории, его героических и других исторических дат. Такие экскурсии ТИЦ планирует проводить весь весенне-летний период один раз в две недели. График пока утверждается. К другим темам. В Абакане идут последние приготовления ко Дню Победы. В мэрии состоялось заседание Оргкомитета с участием полиции. Меры безопасности на предпраздничный период усилены. Но все запланированные мероприятия пройдут по графику в Парке Победы и на прилегающих к нему участках улиц. До праздника Великой Победы остается менее двух недель. Подготовка выходит на финишную прямую. Программа давно проработана. Но есть еще детали, которыми организаторам нужно заняться в ближайшие дни. В этом году мы будем праздновать День Победы несколько в иных условиях. В условиях мер повышенной антитеррористической защищенности. Но при этом практически все мероприятия, которые мы планировали изначально, включали в план, они у нас состоятся строго по плану, по графику. Но, наверное, только с дополнительными мерами антитеррористической защищенности. В центре внимания сейчас ветераны. Все поздравления и слова благодарности в их адрес. Праздничные концерты, подарки, открытки и денежные выплаты. Не так уж и много осталось среди нас свидетелей самой страшной войны 20 века. Всего у нас проживает 7 инвалидов и участников боевых действий Великой Отечественной войны. По постановлению они получают по 10 тысяч рублей. Жителей блокадного Ленинграда 5. Сумма такая же, они получают в празднику по 10 тысяч. Узников концлагерей 7. Сумма такая же, 10 тысяч рублей. 105 членов семей, участников Великой Отечественной войны. Сумма выплат 3 тысячи. И дружинки тыла 159 человек. Тоже сумма 3 тысячи. С 1 мая в Абакане стартует акция «Бессмертный полк». Но шествовать он будет, как и в прошлом году, в формате онлайн. Федеральные координаторы внесли несколько нововведений по этому поводу. 9 мая рекомендовано всем аватарку заменить на портрет своего героя. И 9 мая рассказывать истории своего героя в социальных сетях. Также предлагается портрет героев размещать на одежде, на автомобилях. И в предприятиях и учреждениях, на самых видных местах организовывать доски с портретами героев. Обсудили сегодня и схему перекрытия улиц города. При подготовке к празднику и во время него. Эту информацию нужно заранее довести до владельцев личных авто и пассажиров общественного транспорта. Уже 7 мая в Парке Победы откроется 47-я в истории Абакана школьная вахта памяти. На этой неделе в Абакане погасили Вечный Огонь в Парке Победы. Но всего лишь на полчаса. В преддверии 9 мая сотрудники Красноярск-Крайгаза провели техническое обслуживание горелок. За работами специалистов наблюдала наша съемочная группа. Вечный Огонь – символ неугасающей народной памяти о тех, кто отдал жизни на полях сражений, но не вернулся с боя. Кто подарил нам светлое будущее и мирное время. Он не должен гаснуть. Однако иногда пламя все же приходится потушить. На короткий промежуток времени. И только для того, чтобы провести технические работы. Обслуживание горелок специалисты Красноярск-Крайгаза проводят раз в год накануне Дня Великой Победы. Для этого газовикам необходимо поднять конструкцию звезды. Это включено в техническое обслуживание посредственно групповой и самого газопровода. То бишь это проводится раз в год для того, чтобы устранить весь мусор на форсунках, которые собираются за год. Листва, шишечки, либо кто-то там из людей может там попакостить. Звезда поднимается, убирается мусор, смотрятся форсунки, наличие каких-то посторонних предметов, обратно ставится и все. После того, как горелки вечного огня почистили от мусора и посторонних предметов, специалисты запускают газ. Он поступает в сосуд вечного огня. Далее пламени нужно прогореть минут 10-15, чтобы вышли все воздушные пробки и огонь вновь ярко горел. Специалисты Красноярск-Крайгаза отмечают, целиком разбирают конструкцию звезды они раз в год. Но техобслуживание всего оборудования вечного огня проводят раз в три месяца. Основная арматура у нас находится на именно газораспределительной установке, она находится во дворе. То есть туда подальше, здесь протяженность только идет газопровода. То бишь основные все моменты, настройки именно подачи газа и смазки, то бишь полностью техническое обслуживание производится на групповой установке. Идет осмотр визуальный, потом идет обмыливание. Если где-то какая-то утечка есть, она устраняется. Если какая-то запорная арматура стала, так скажем, вести себя не очень хорошо, она меняется. Итак, вечный огонь, как символ мужества русского народа, вновь горит ярким пламенем. Уже 8 мая у мемориала воинской славы состоится возложение цветов и венков. Память о воинах, павших на фронтах Великой Отечественной. Указать автора знаменитого военного стихотворения «Жди меня» или стихотворной поэмы «Василий Теркин». Назвать важнейшую битву, в ходе которой был пленен генерал Паулюс. Это часть вопросов, включенных в тест масштабной всероссийской акции «Диктант Победы» по-настоящему народной и просветительской. В этом году в числе основных тем проверки исторических знаний – 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, выход советских войск на границе и юбилеи писателей-фронтовиков. «Диктант Победы» в республике писали на 123 площадках. В региональной столице одним из таких стали Национальный краеведческий музей и лицей имени Николая Генриховича Булакина. О сложностях формулировок вопросов и знаниях исторических событий – Анастасия Морясова и Артем Амзараков. Писатели-фронтовики, военные стихотворения, хронология событий Великой Отечественной войны, битвы, ставшие поворотными в ее ходе. Ответы на задания требуют подготовки, и не только базовые, говорят участники. Перед диктантом пришлось дополнительно открыть книги и пособия. 25 вопросов, два десятка из которых по общей военно-исторической тематике. Еще пять посвящены региональной истории. На ответы отведено 45 минут. За чистотой наблюдают два организатора. Система, как на ЕГЭ, бланки поступают за два часа. Так исключается списывание и ранний подсмотр. Задания составлены профессиональными экспертами, историками из Российского исторического общества. Специально для участников акции на официальном сайте мероприятия ежегодно публикуются тренировочные тесты. Так можно заранее проверить себя, подтянуть темы, в которых допущены ошибки. В лицее имени Булакина это уже пятый диктант. Себя проверяют учащиеся девятых-одиннадцатых классов. Есть и несколько учеников среднего звена. Это для нас традиционное мероприятие. И мы с удовольствием, с гордостью, с радостью принимаем здесь участие. Не так-то легко написать диктант победы. Поэтому, наверное, мы ждем, чтобы у нас и в лицее, и в Хакасии был победитель этого диктанта. Чтобы кто-то написал на сто баллов. Хотя у нас был победитель, это два года назад девочка. Правда, она не сто баллов набрала, но набрала максимально близко к ста баллам. Великий праздник победы для нас для всех является одним из, пожалуй, самых главных праздников в жизни нашей страны. В жизни каждого из нас. Знать, как это происходило, как мне кажется, нужно. Каждый из нас. Вот я сейчас проверю, в том числе, вместе с вами, что за 35 лет я забыть мог. Ну, надеюсь, если и забыл, то забыл, но надо. Так что, посоветуемся. Депутат регионального парламента Анастасия Кочергина тоже в числе участников всероссийского проверочного теста. Для нее это дебют. Анастасия – культурный волонтер. Она неоднократно была на Донбассе, встречалась с бойцами специальной военной операции, концертами поддерживая их дух, привозя весочки из дома. Я считаю, что чтить память своих предков, помнить о подвигах своих дедов – это очень важно. Особенно важно и это для молодого поколения, для потрясающего. Важно рассказывать это детям, прививать им любовь, патриотизм и, ну, помнить. Не уверена в своих результатах во всех, но думаю, что у меня будет целый год подготовиться. И в следующий раз еще лучше написать диктант. Участники диктанта – не только ученики школ. Всероссийский тест пишут и педагоги, и родители, и волонтеры. Изначально мы пришли сюда волонтерами, но также мы решили сами принять участие, так как это основная часть нашего направления. Мы очень сильно уважаем историю и хотим не только показывать, как это важно, но и сами являться этим примером. Вопросы диктанта достаточно сложные, я бы сказала, даже очень. И очень интересно сделано то, что там много картинок, подборок. Диктант Победы проходит уже в шестой раз. Он охватывает регионы всей страны. Победители – стобальники – получат дипломы и приглашения на Парад Победы в Москву, а абитуриенты – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Результаты диктанта станут известны через два месяца. Эти правила касаются участников, писавших проверочную работу очно. Те, кто выбрали онлайн-участие, увидят свои итоги сразу по завершению тестирования. Романтичный вальс, величественный полонез, задорная полька. В городском центре культуры Победа закружились в танцы грациозные юноши и девушки – воспитанники кадетских классов абаканских школ. В республиканской столице состоялся первый городской кадетский бал. Торжественное и красивое мероприятие посвятили дню рождения Абакана. Барышни в элегантных приталенных платьях – кавалеры в парадной форме. Сегодня в городском центре культуры Победа особая атмосфера. Кадетский городской бал впервые проходит в Абакане. Воспитанники кадетских классов от городских школ демонстрируют не только умение танцевать, но и культуру поведения. Современные кадеты знают, что такие балы начали проводиться еще в далеком 1718-м по приказу Петра I. Мы восхищаемся вашей кадетской выправкой. Мы восхищаемся сегодня вашим танцевальным мастерством. А ведь это, ребята, согласитесь, не менее важно, чем знание военного дела. Мы с огромным уважением и признанием отмечаем сегодня ваше желание и вашу готовность исследовать кадетской присяге и носить вот такую стропую, но очень красивую кадетскую форму. Нельзя, Сувор, еще сказал. Ни чести выше, чем носить русский мундир. Уважаемые кадеты, всех поздравляю с первым кадетским балом. Всего хорошего. Родителям большая благодарность. Смотрите, как резко наши дети подзросли. Спасибо вам. Полонез, кадетская кадриль, полька и, конечно, вальс. Юноши и девушки блистают, удивляя всех своими манерами и грацией. Сегодня здесь выступают лучшие ребята, те, кто прошел отборочные этапы в своих школах. Всего 36 пар. Кадетский городской бал в фойе Центра культуры Победа стал для всех самым настоящим праздником танцевального искусства. Кадеты еще раз показали не только отличную физическую форму, но и галантность умения танцевать. Мы достаточно долго репетировали в школе и ходили на общие репетиции. Как по нам бал очень хорошо проходит. Впервые в нашей жизни. Обычно у нас все в школе, в школе, а тут такое масштабное. Настроение у нас отличное после балла. Мы исполняли вальс. На балу также наградили лучших участников городского конкурса «Кадеты. Будущее России». Меня наградили за первое место по стрельбе и за первое место в многоборье спортивное. У меня очень непередоеваемые чувства. Это очень волнительно. И мне безумно приятно получать такие грамоты. Кадетское движение в Абакане с каждым годом растет. Так на сегодняшний день насчитывается почти 500 кадетов. В планах у мэрии сделать городской кадетский бал в доброй традиции. На этом все. Следующая неделя принесет другие новости. О них мы тоже обязательно расскажем. Всего вам самого доброго. Увидимся.